Весна 2014 года. Это наш сад. Наш водоем в зоне отдыха. А возле него туя, в глубине которой цвили гнездо коноплянки. Гнездо мы обнаружили случайно, когда снимали стоя зимнюю обвязку. Сначала мы подумали, что оно старое, так как птиц было не видно. Но вдруг в незде появилось первое яйцо, за ним второе, третье. После пятого яйца на гнездо водрузилась серая птичка. Мы боялись ее спугнуть, снимали мало и очень осторожно. Птичка просидела на яйцах двенадцать дней, а на тринадцатое утро в гнезде мы увидели почти голых птенцов. Они были слепые, открывали клёвы, но не подавали голоса. В первые дни птенцы мереодировали на внешние шумы и большую часть времени тихо спали. Через три дня у них открылись глаза и фотокамеру они стали воспринимать как родители. Кричать, открывать рты и тянуть голые шейки. Но не получив формы, утихомиривались и удобнее устраиваясь в гнезде для покорного ожидания. Коноплянки, поселившиеся в нашей Туе, относятся к отряду воробинообразных. Они населяют сады, живые изгороди, заросли кусарников. Это перелетная птица, но прилетают они рано, обычно в конце марта. Первое яйцо мы обнаружили 2 мая. Интересно, что самец раскрашен не более ярко. Поет от прилета до отлета. Даже в период кормления птенцов, он иногда садится на высокую ветку и поет красивую мелодичную песню. В гнезде коноплянок от 3 до 7 яиц, чаще 5. Насиживает их только самка. Считается, что в период насиживания самку кормят самец. Мы этого никогда не наблюдали. Периодически самка улетала минут на 20 вместе с самцом, а затем возвращалась на гнездо. Птенцов кормили оба родителя. Коноплянки в основном вегетарианцы. И питаются семенами мелких растений. Восперед скармливания птенцов не отказываются и от мелких насекомых. Пищу коноплянки приносят в зоби. Прилетают 2-4 раза в час. В отличие от живущих неподалеку синиц и трясогузок, прилетают они как бы с пустым клювом. Возвращаются коноплянки вместе. Но первым, что гнезду, предварительно подав сигнал, подлетается методик. Если внимательно наблюдать, можно заметить, что пища попадает в каждый раздвинутый клюв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пошли сам цап, пинцам, апускай цесам. Обычно, закончив кормление, она внимательно смотрит на своих деток и под ее взглядом, пинцы успокаиваются, умолкают и укладываются спать. После кормления, как отец, так и мать оглядывают и чистят гнездо. Забавно, что в отличие от отца, самка может съесть отходы жизнедеятельности своих пинцов. 1 июня с утра жизнь в незде шла своим чередом. Пинцы стали совсем взрослыми, гнездо накремилось, и мне пришлось даже подложить веточку под него, чтобы пинцы не вывалились на радость гроздающим кошкам. Необычным было то, что дружные родители всегда прилетали и улетали вместе, а в этот день самочки были невидны. Пинцы в гнезде уже явно не умещались. Особенно недерпимо в тесноте относился самый крупный пинец. Он постоянно выбирался наверх, наступал при этом на своих братьев и сестер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ближе к обеду при очевидном кормлении отец очень громко говорил со своим потомством. Было впечатление, что он чем-то недоволен и возмущается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После кормления он сел на ветку рядом растущей яблони и стал громко, то требовательно, то ласково что-то говорить своим детям. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, в отличие от нас, они поняли своего папашу, потому что после обеда гнездо оказалось пустым. Только где-то в глубине туи пищал одинокий птенец. Сколько я ни старалась увидеть его, так и не смогла. Но тут раздался звонкий голос отца, явно спрашивающий. «Ты где?» И птенец с радостным чириканьем выбрался на верхнюю веточку. Удивительно, что с первой попытки птенцы поднялись на ближнюю яблоню, а ближе к вечеру дружная семейка покинула наш сад. Субтитры создавал DimaTorzok